ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Наибольшее число автоаварий на российских дорогах происходит по пятницам и субботам. Самое опасное время с пяти до семи вечера, говорится в сообщении госавтоинспекции. Пятница, а также воскресенье лидирует по числу ДТП, в которых погибли люди. Причем в последний день недели таких трагедий в этом году стало больше почти на треть. В целом автоаварий в начале 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020-го стало меньше на четверть. ТРАССА 101 Вот это нонсенс! В России продавца автомобилей наказали за скручивание пробега. Житель Череповца приобрел в салоне поддержанный Рено Дастер с пробегом 45 тысяч километров. Однако затем он сумел выяснить, что в реальности внедорожник проехал почти 100 тысяч. О подвохе, в частности, свидетельствовали данные, предоставляемые одной из интернет-платформ. Там говорилось, что в прошлом году автомобиль заезжал на ТО с пробегом 94 тысячи километров. Мужчина обратился в суд, он и постановил взыскать с торговца более 200 тысяч рублей. ТРАССА 101 Страховщики снова озвучили список самых угоняемых в России легковых автомобилей. В ТОП-3 попали Хёндэ Солярис, Киа Спортэдж и Тойоты Камри. Также велик риск стать жертвой злоумышленников у владельцев Тойоты Лэнд Крузер 200, БМВ Х6 и Инфинити Кью Икс 80. Активизироваться у гонщиков, говорят специалисты, заставляет рост цен на машины и запчасти. ТРАССА 101 Сотрудники ГИБДД начали следить за поведением водителей с помощью квадрокоптеров. Устройства сертифицированы и имеют фирменную символику госавтоинспекции. Пока они используются только в Краснодарском крае. Стражей порядка интересуют в первую очередь случаи выезда навстречку. Таким образом, говорят полицейские, они могут оперативно контролировать несколько километров автотрассы. ТРАССА 101 Если 50% скидку на штрафы ГИБДД отменят, то взыскания перестанут оплачивать около 25% российских водителей. Исследования провели агентство «Автостат» и издание «За рулем». Каждый из шестой респондент заявил, что ему все равно есть дисконт или нет. Он в любом случае штрафы игнорировать не будет. Против отмены, но платить придется. Этот вариант ответа выбрал почти каждый второй опрошенный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101